Субтитры делал DimaTorzok Можешь слезать! Привет, малявка! Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Ага, только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А, ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С тядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек, я побежала за ним, ну и потерялась. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем, я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да, то есть нет. То есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся, и короли. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Эх, эх, хм. Волки! Быстро! Спрячься! Я! Ах! 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 Девушки отдыхают. Ну ты, храбрая. Даже мой дядька так не умеет. А мой? Мой умеет гораздо больше. Пойдем. Глянь-ка, что там лежит. Подожди тут. Не подходи. Но... Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. Фу! Жуть какая! Стой там! И не подглядывай! Костный мозг высосан. Интересно. Нога оторв. Фу! Стой там! Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше, у тебя шнурки завязаны. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волковак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Ну да, конечно. Это волчий король его подрал. Из каких это пор дети стали такими умными? А что мы будем делать, если он и на нас нападет? Хороший вопрос. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Нет. Особое. Из собачьего сала, борца, собачьей петрушки и волчьей печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весенит. Волки. Слышишь? Прячься. Быстро. Волки. Перерыв. Прячься. Всё, можешь выходить. Как ты их порубила. Вот волчек короля позвится. Отлично, всё есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Весемера. И часто родители детей на сладкую тропинку посылают? Иногда. А иногда сами идут. И возвращаются? Ты что? У них же там еды полно. Туда, через пещеру. Веди. Тут немножко темно. Боишься? А ты? Нет. Волчек король, теперь ты мне веришь? Верю. Прячься. Верю. Тебя. Камер. Тебя. Просто. Верю. Тебя. Тебя. Ну, ну ты даёшь. В жизни такого не видал. Малявка, вылезай. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой, человек серьёзный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст за убой волколага-то? Ну ладно, веди к своему хозяину. Субтитры сделал DimaTorzok И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Ни та, ни другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше. Может, и не ваша. Но шибко похоже. Так как? Будет награда? Я тебе, сука, покажу награду. А ну, пёрдывай отсюда, пока я пса не спустил! Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать не дурно, а? Гретка за печкой, А тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы ещё поболтаем, когда отдохнёшь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил её отдыхать. А потом? Ну, а это уж совсем другая история. А мне кажется, что история всё та же. Рассказывай. Не так быстро, ведьмак. Мы же хотим сговориться? Я хочу её найти, ты понимаешь? И мне надо знать всё. Понимаю. Но, видишь ли, так получается, что мои дочь и жена тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе всё, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Никаких. Кроме моего слова. Я тебе помогу. Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне всё, что знаешь. Вот тебе моё слово. Стража! У этого человека здесь иммунитет. То есть, пускай его никто не трогает. Чё пялишься? Это в подтверждение моей доброй воли. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последние новолуни. А сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Да я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика. Вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Какие там враги? Мужичьё всякое там недоёбки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Всё было как обычно. В мужики раз пришли жалобы, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там ещё какую-то девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины? Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит, в таком? У них тут было всё, что душа пожелает. Перепёлки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам. Не докучали? Не, они те ещё разбойники, но своё место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого всё ещё мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашёл или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Всё равно дверь открывать. Знаешь, дочка моя в детстве очень любила зверей. Как-то увидела на стене оленьей рога и... Знаю, что спросила. Понятия не имею. Папочка, говорит. А у этого оленя попа за стеной. Понял? Если ей кто зло причинит, убью нахер. Пришли! Отсука, опять заедает. Это наша спальня. Комната Тамары там. Только не устраивай этот бардак. Когда они вернутся, пусть всё будет так, как они оставили. Сосуд для благовоний. И старый ключ. Интересно, что за дверь он открывает? Анис, сандал... И что-то ещё. Шафран? Кукла. Вот же дрянь. Выглядит как кукла, в которую втыкают гулавки, чтобы причинить кому-то вред. Деревянный подсвечник. Ножка сломана. Стена другого цвета. Будто ещё недавно здесь что-то висело. Может, эта картина по размеру подходит? Свежие цветы. Он что, надеется, что они могут вернуться в любую минуту. Барон и его жена выглядят счастливыми. А здесь? А, кто-то закрыл дырку в стене. Интересно, что там с другой стороны. Так, интересно. Похоже, эта деревяшка – ножка от того подсвечника. Вряд ли это совпадение. Хм. Похоже, тут дело дошло до драки. Поищу ещё следы. Словный подсвечник, пятна от вина, кто-то разбил бутылку. Эрвелюс из Тусента. Хорошей выдержки, долго не выветривается. Интересно, куда ведёт след? Чёрт, след обрывается. Можно поискать здесь что-нибудь ещё. Какая деревяшка. И пахнет можжевеловым дымом. Похоже на народный оберег. Интересно, отчего он должен был защищать? Кажется, здесь больше нет ничего интересного. Блин! Выпускай, урода! Я думаю, урод спит. Тогда пойди и разбуди его. Алтарь? Выходит, вечный огонь добрался уже и доверенно. Блин! Ну как, уже осмотрелся? Я нашёл куклу в комнате Тамары. Можешь что-нибудь о ней рассказать? О кукле? А что в ней такого интересного? Возможно, её использовали для обрядов чёрной магии. Откуда она у Тамары? Чёрная магия? Ты сдурел, что ли? Да я её сам для Тамары сделал. Ей тогда было лет пять. Мы были на ярмарке в Изиме. Тамара увидала чародейку эту. Трис Мерригольд. И сказала, что хочет куклу. Ну, как эта чародейка. У меня денег-то не было на такие вещи. Я взял и сам сделал ей эту игрушку. А, так это Трис. Да, теперь вижу. Очень похоже. Правда? Время её порядком потрепало, но она всё же ничего. Если у тебя с Нильфгаардцами ничего не выйдет, ты всегда сможешь стать кукольником. В комнате я нашёл следы борьбы. Можешь об этом что-нибудь рассказать? Следы борьбы? О чём? Думаю, кто-то на кого-то напал. Наверное, на твою жену или дочь. Она хотела защититься, схватила подсвечник, но не попала в нападавшего, а только пробила дыру в стене. Потом они ещё дрались. Я не знаю я ничего об этом. В ту ночь я... Я пьян был и ничего не помню. Я проснулся, когда их уже не было. Но вы же здесь не одни живёте. Может, твои люди что-нибудь слышали? Я всех по три раза спрашивал. Конечно, никто ничего не знает. Здесь повсюду несёт вином. Что случилось? Ну, это должно быть мои ребята. Такая пьянь. Ты даёшь своим людям Эрвилюс? Ох ты, ну может и я разлил. Говорю же, я в ту ночь пьяный был. Да какое это имеет значение-то? Тут вином везде несёт. Узнаёшь этот медальон? Хм. Да. Анета носила его в последнее время. Ты знаешь, откуда он у неё? Понятия не имею. Нет здесь в окрестностях какой-нибудь чародейки или ворожей? Ворожей есть. Старый чудила. Живёт недалеко от больших сучьев. Ну и колдунья ещё есть в подлесье. Но я о ней мало знаю. Она здесь недавно объявилась. Если Анетка ходила к кому-то, то скорее к колдуну. Она ведь чужакам не доверяет. Надо сходить поболтать с этим выражаем. Только имей в виду, ты с ним вряд ли сговоришься-то. Он, говорят, в молодости порешил собственного отца Сетирой. Вот и после этого двинулся. Вроде как он духов видит. И с козой ебётся. Меня его личная жизнь не интересует. Я хочу просто спросить о медальоне. Субтитры создавал DimaTorzok